Саш, что происходит? Почему вдруг британские джентльмены лупасят друг друга по голове в очередях на заправку? Как удалось Путину сделать так, что больше нет продуктов в британских супермаркетах, как писали газеты? И вообще, что со старушкой происходит? Я как-то волнуюсь за Англию. Да, собственно говоря, мы все уже переживаем. Но дело в том, что началась паника. Началась она с совершенно такого короткого сообщения компании British Petroleum о том, что она закрывает несколько заправок. Потом ее подкрепило заявление британских заправщиков ассоциации, которые предупредили британцев о том, что лучше им в ближайшие дни не оставлять меньше четверти бака. И это спровоцировало такое, как снежный ком, панику. Все, естественно, услышав о том, что не нужно паниковать, все тут же выстроились в очереди на заправке и смели все горючее, которое там есть. Ну а проблема, на самом деле, связана с... То есть это примерно как было у нас, когда намекнуть, что завтра не будет гречки и туалетной бумаги, сметут сегодня? Абсолютно такая же реакция. Человеческая природа не меняется. Более гипертрофирована? Нет, нет, ни капельки, ничем не отличается. Мы здесь очень оказались похожи. Я даже вспомнил свою молодость, как я в 90-е годы стоял в очереди на заправках. Я, правда, в этот раз уже не стоял. Я тут же, как только услышал вот эти сообщения BP, я поехал, просто заправился сразу. Я был, наверное, первым паникером. Правда, я не брал никаких канистр с собой. Но просто вот этот опыт и выучка прошлых лет сказались. А те, кто уже потом присоединился, я знаю, что уже на следующие дни особенно... Это пришлось на выходные, и люди действительно ездили по всему городу. И 9 из 10 заправок, ну, состояние на вчерашний день, 9 из 10 заправок были закрыты. И там уже ни о каких паникерах речи не шло. Просто стояли в очередях те, кто уже просто у них действительно был бак просто на нуле. Ну, а проблема в том, что не хватает здесь водителей бензовозов, водителей большегрузных фур. Не хватает, причем достаточно большие цифры, не хватает порядка 100 тысяч человек, кулифицированных водителей, которые необходимы для того, чтобы не только развозить бензин, но и элементарно продукты супермарк. Но это же были в основном иностранцы? То есть из-за этого проблемы? Да, это были в основном иностранцы. Два объяснения. Первое – это Brexit, потому что стало сложнее нанимать на работу водителей из континента, да и не хотят они сюда ехать, потому что есть сложности, ну, опять же, есть сложности, связанные с визами, а во-вторых, еще и сложности, связанные с пандемией. Дело в том, что в период пандемии многие из этих людей просто лишились работы из локдаунах и простоев. У них не было такой необходимости в грузоперевозке. Поэтому пострадала в целом вся Европа. Эти люди, многие ушли из профессии. В Британию уволивалось, по-моему, порядка 25 тысяч человек просто уволивалось. Это те, кто обладает вот лицензией, потому что для того, чтобы... А что не использовать армию? Я помню в свое время, когда была забастовка диспетчеров. Тогда же американцы использовали военных диспетчеров, чтобы решить проблему. Но, казалось бы, на время ЧП в чем проблема? Взяли бы армейских водителей. Ну, как-то странно действуют британские кабинеты. До последнего момента было такое ощущение, что министры считают, что все рассосется. Они призывали не паниковать. Говорили о том, что запасов топлива в стране достаточно. И сейчас уже идут разговоры о том, что армию все-таки будут использовать. Сначала говорили, что армию используют для ускоренного обучения новых водителей. Но за два дня же невозможно человеку обучить. Это довольно сложный процесс. Поэтому все-таки, наверное, будут привлекать армию. Но надо сказать, что по опыту предыдущих кризисных ситуаций все как бы решается уже. То, что нужно было сделать вчера, оно еще планируется на следующей неделе. Видимо, точно такая же, по сути, история сейчас повторяется с этим топливным квазикризисом. Потому что, ну, действительно, наверное, его спровоцировало панику. Но панику спровоцировали неосторожные заявления различных деятелей. Ну, в принципе, в отставочку, может, надо отправиться им. Чего волноваться-то Борису Джонсону? Уже пора. Он же пока вот только мастер разговорного жанра. А сегодня праздник, как я понимаю, будет в Британии. Вот только что цена на газ на фьючерном рынке Европы впервые в истории превысила отметку 1000 долларов за 1000 кубов. При этом обвиняют Россию. Но разве Россия поставляет газ в Британию? Они же, по-моему, на норвежском газе сидят. Нет, Россия совершенно никакого отношения к этой ситуации, естественно, не имеет. А то, что касается энергетического кризиса, который здесь развивался не параллельно, а даже дотопливанного, то здесь огромная проблема. Дело в том, что разоряются небольшие энергетические компании, которые торговали, предлагали свой газ по дешевым тарифам. И как только, поскольку рынок здесь либерализован газовый, здесь нет долгосрочных контрактов, здесь цены спотовые, и как только они скакнули вверх, вот эти компании, они просто не могут выполнять свои обязательства, они обанкротились. Обанкротилось порядка пяти компаний, но на очереди еще больше. И считают, что из 50 вот таких игроков, существующих на рынке, дотянут только крупные, такие как British Gas, EDF и другие. А мелкие просто разорятся. Но дело в том, что у этих мелких компаний были свои клиенты, которых нужно брать на обеспечение другим компаниям. Соответственно, опять это государственные субсидии. Тут вообще как цепочка, тут одно за другое цепляется. Цена на газ, потом остановились несколько заводов, производящих удобрения. Значит, нехватка углекислого газа, который необходим для забоя скота. Значит, тут уже заговорили о том, что будут пустые полки, не будет мяса и птицы на прилавках магазинов. Тут же бросились субсидировать эти фабрики и открывать. Потом разоряются энергетические компании. Значит, нужно опять их тоже из бюджета чем поддерживать. Если есть, оказывается, поддержка из бюджета, разгоняется инфляция. Уже заявил глава Банка Англии о том, что инфляция будет выше обещанных 2%, скорее всего 4%. А крупные ритейлеры говорят о том, что к концу года товары подорожают на 5%. У нас все это такие цифры, которые называются, они реально и так дорожают. Без их слов, без всяких заявлений. Просто когда их конкретизируют, еще больше подогревают вот эти панические настроения. Я не удивлюсь, что повторится та ситуация, которая была в начале пандемии, когда точно так же все бросились скупать туалетную бумагу, другие какие-то товары. Уже сейчас по данным Национального офиса статистики, если я не ошибаюсь, 15% британцев испытали некие трудности с приобретением товаров первой необходимости. То есть уже пустые полки частично появляются. Если сравнить, допустим, ну я хорошо, давайте сравним с Москвой, да и собственно говоря с другими российскими городами, где в любое время можно зайти в супермаркет, в принципе купить все что угодно, то в Британии этого и раньше, правда, не было. Здесь как-то всегда лимитировали, к вечеру уже что-то разбирали, с утра завозили. Сейчас можно столкнуться с этим гораздо чаще. И понять, что это, предвестник какого-то кризиса или нет, пока еще сложно. Но вот Ассоциация британских ритейлеров предупредила уже правительство о том, что если они не решат проблему с водителями грузовиков, то предстоящее Рождество здесь будет очень веселым. Как-то это все очень безрадостно. То есть самое время обвинять Россию. Вспоминать дело Литвиненко, дело Скрипалей, кричать о гигантском достижении создания нового союза с Австралией и Америкой. То есть надо, если дома совсем плохо, надо бить в барабаны и трубить фанфары. Вы перечислили как раз все то, что прозвучало за несколько дней до того, как Британия выстроилась в очередь на бензоколомку. Как раз вот именно по списку это озвучили. Но сначала, правда, там было... Ну потому что я читаю ваш телеграм-канал The English Channel, который мы по-простецки называем по деколе. Но, извините, это шутка для тех, кто изучал в спецшколах английский язык. Да, подпишитесь обязательно на телеграм-канал. Ну действительно, мы очень радовались и считали, что наконец-то даже бывший советник, премьер-министр Тереза Мэй, он опубликовал большую статью, радуясь, что наконец-то после этого соглашения с австралийцами, радуясь, что наконец-то Британия заявила о себе как о глобальной державе. И вот это начало некого нового пути. Но когда пустые полки, в очереди нет бензина, дизеля и, в принципе, здесь и вообще нехватка рабочих рук. Дело в том, что 2 миллиона работников покинули Великобританию после Брексита. Европейцы, которые здесь выполняли работу, которую сами британцы делать не хотят. И огромный кризис первыми почувствовали на себе владельцы ресторанов и кафе, когда они только вышли из пандемии. Казалось бы, ну тут можно наверстать упущенное. Оказалось, что это очень сложно сделать, потому что работать некому. Нет официантов, нет поваров, нет просто мальчиков-пасута. Это все эти работы, которыми занимались до этого, ну, приехавшие из Европы. Причем это даже до того, как были открыты границы для Восточной Европы, которая вошла в Евросоюз. До этого тут работали и итальянцы, и французы, кого здесь только не было. Ну, а начиная с 2000-х, конечно... Довольно много было прибалтов, я помню, что там просто гигантские... Они есть, да, их много, да, они есть. Но у прибалтов другая ситуация. Допустим, у поляков, может быть, немножко получше с экономикой на родине, многие из них вернулись. Ну, а те, кто уехал из-за пандемии, тоже не могут вернуться. А для того, чтобы вернуться, необходимо сейчас работодателям оформлять огромное количество документов и, главное, гарантировать определенный доход этим людям, на что не все готовы идти. Потому что в условиях пандемии, когда возможен новый локдаун, довольно сложно в том же ресторанном бизнесе давать какие-то гарантии кому бы то ни было. Ну, в общем, короче говоря, здесь так вот одно за другое цепляется, и получается картина довольно грустная. Для старта вот этой глобальной Британии особого пороха нет. А то, что касается каких-то обвинений в адрес России, то и они даже как-то вяло очень прозвучали, как скучно уже, рутинно. Их даже, по-моему, никто особого внимания-то не обратил. Ну, буквально там полдня, наверное, было разговоров, а потом на этом все и закончилось. Продолжение следует...